Сейчас я покажу упражнение, которое называется Уход в сет из прямой стойки Рывком и толчком к вату А также рассмотрим несколько вариантов, которые можно встретить в интернете И я постараюсь с своей точки зрения объяснить Почему они наименее верные, продуктивные Исходное положение Исходное положение это когда спортсмен стоит в исходном положении для рывка Ну так же как и для толчка в принципе И держит штангу в опущенных руках И первое с чего начинается движение, но не подъем Это небольшой наклон Небольшой наклон спиной При этом штанга не опускает Как некоторые при обучении, когда им объясняешь Они наклоняются и опускают штангу В данном случае мы штангу не опускаем Она у нас прилипла к бедрам Делаем простой наклон Для этого таз немножко отводим назад Ноги при этом остаются прямые, не надо их сгибать Ноги прямые, делаем небольшой наклон И только в этом положении Начинается сам уход Мы делаем мощный мак спиной После которого включаются в работу руки И делается подсет С разножкой С разножкой в сет Для чего делается небольшой наклон? Рассмотрим Ну технику подъема штанги Спортсмен Когда поднимает с помоста У него и подводит штангу к подрыву Он делает сам подрыв спиной И ногами После которого начинают работать руки Вот как раз эту работу мы и отрабатываем То есть включаем в работу Спину И руки Покажу как выполняется со штангой Это движение наиболее приближено К классическому движению Потому что мы Именно в этом положении Начинаем мощно работать спиной Сейчас я покажу Например Вариант Когда Некоторые спортсмены Делают уход Подседая Они чуть-чуть подседают Делают небольшой наклон И в этом положении Делают уход Но Тут В чем получается ошибка Они включают В работу Со старта Ноги То есть Их подъемные усилия Происходят за счет Резкого И мощного Разгибания ног Да Они подкинули штангу Причем Уходы же делаются С гораздо меньшим весом Чем Сам рывок классический Поэтому для них Это Не доставляет Труда Они стараются Принять То положение Которое Штангист При выполнении Амортизационного Подседа Когда мы Подходим К подрыву Делаем Амортизационный Подсед И вот в этом положении Когда у нас Немного согнуты Ноги в коленях И спина Начинаем Мощно Разгибать Ноги И спину Но Они Само положение Увидели Но Не понимают Работу С которой Выполняется Этот амортизационный Подсед Если мы Рассмотрим полностью Медленную съемку Как Выполняется Подрыв То мы увидим Что В этом положении Угол Туловища И таза Он не меняет То есть Спортсмен Подводя Колени Под штангу Он немного Работает Спиной И Угол Не меняет И да Происходит У него происходит В этот момент Дополнительное Мощное Разгибание Спиной А Когда В исходном положении Спортсмен Принимает То И делает Начинает Работу С ног В этот момент У него Спина Не работает Он просто Чуть-чуть Наклонился Подсел И за счет Ног Делает Такое Подпрыгивающее Движение И Затем Делает Уход А вот Тот вариант Который я Показал Он Как раз Заставляет Работать Спину Спиной И Уже Со старта Начинает Работать Ногами И руками И Приведу Пример Еще Есть такой Вариант Когда Спортсмен Стоит В прямой Стойке И С чего Начинается Уход Это С работы Рук И Уход То есть Он Начинает Работать Руками И Делает Уход Это Этот вариант Тоже Наименее Верный Потому что Спортсмен Вынужден Начинать Движение С работы Рук То есть У него Руки Уже Начинают Здесь Напрягаться А Плечи Закрепощаться И Это Движение Наименее Приближено К Классическому Рывку Теперь Покажем В принципе Точно так же Как Выполняется Рывок Точно так же Выполняется И Уход Толчковый Ухват Делаем Небольшой Наклон И Уход Еще Это Упражнение Рекомендуют В качестве Дополнительного И Советуют Поднимать Не больше 40-50 Процентов Но Это Упражнение Как раз И Тренирует Вот Ту Связку Когда После Подрыва Мы начинаем Работать руками Не раньше И не позже Ну Работать руками Я имею ввиду По сопровождению Штанги Мы когда Делаем Уход После Наклона Делаем Уход Мы как раз Тренируем Сопровождение Штанги Вдоль Туловища То есть Направляем Локтями Вверх И Не работаем Руками А вот Именно Спиной Сдаем Движение А вот Уже В конце Потому что Мы за счет Ухода Уже Какое-то Расстояние Проходим И уже В конце Работаем Рука Еще советуют Поднимать Вес 40-50% Но Этот вес Довольно-таки Легкий И Что им Можно Отработать Это Скорость Резкость Самого Ухода Все А это Упражнение Направлено Именно На работу Спиной И Дальнейшая Работа Сопровождение Штанги Руками И Чем вес Выше Тем Эффект Этой работы Также Будет Выше Поэтому Рабочий Вес Может Доходить И 60-70% И Это Упражнение Как раз Направлено Именно На Именно Для этого Для того Чтобы Отработать Как Говорится Освобождение От штанги И Уход В сет То есть Мы Должны Отработать Активные Активный Уход В сет После Подрыва Активный Уход В сет Это Сопровождение Штанги Активное Сопровождение То есть Она Не сама По себе Летит А мы Ее Сопровождаем Небольшим Напряжением Рук И заводим Ее Руками К месту Фиксации Сопровождение 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 Сопровождение